Алина Степура, мама двоих замечательных деток, узнала о своем диагнозе, будучи в декретном отпуске. В ноябре 2017 года Алина заметила, что у нее появились проблемы с животом. По ощущениям просто вздутие, зачем идти к врачам с такой несерьезной проблемой, подумала девушка и занялась самолечением. Но живот продолжал увеличиваться. Однажды утром Алина проснулась и с ужасом увидела, что ее живот за ночь вырос в два раза. В этот же день отправилась в поликлинику, где ей поставили диагноз «острый асцит» и на скорой отправили на экстренную госпитализацию. В стационаре пришлось лежать долго. Врачи старательно искали цирроз печени, который, по их мнению, был причиной асцита, но не находили, пока в больницу не прибыл профессор из другого медучреждения и сказал, что причина там совсем иная. В больнице девушку осмотрел гинеколог и сказал, что проблемы никакой не видит. В этой больнице Алина пролежала 10 дней и все это время асцит сгоняли мочегонными препаратами. Довели девушку до истощения. Пока Алина там находилась, потеряла 10 килограмм веса. Не справившись с трудным случаем, переправили пациентку в Блохина. Там сразу принялись исправлять недочеты предыдущих коллег. Установили дренаж и слили 12 литров жидкости в несколько подходов. Биоматериал отправили на исследование. В легких тоже оказалась жидкость. После дренирования слилось полтора литра. Врачи потратили еще неделю, чтобы хоть немного поддержать ослабленный организм. 12 января Алина узнала о своем диагнозе – рак яичников. Но стадию ей не сказали и в лечении не отказывали. В ближайшее время девушке предстояло начать курс химиотерапии. Затем операция на яичнике и вновь химия. И операция, курсы химии прошли успешно. Наблюдалась стабилизация, но, к сожалению, недолгая. Спустя 3,5 месяца после окончания лечения случился рецидив. Но и для него нашлось лечение, другая химия и далее таргетная терапия сроком на полтора года. На новом лечении Алина вела активный образ жизни почти год. Болезнь, казалось, отступила. Но в сентябре 2019 года наступил момент, когда асцит вернулся. На тот момент появились боли в ногах и руках, которые с каждым днем усиливались. 1 октября второй рецидив был подтвержден официально. В этот раз сразу была назначена агрессивная красная химия. А через полгода на консилиуме было решено вернуться к тем лекарствам, которыми лечилась Алина в начале своего пути. В схему входил поклитоксел, карбоплатин, плюс оставался бивоцинузаб. Первичная карцинома яичника, заболевание, которое редко диагностируется на начальном этапе развития. В 75% выявленных случаев это уже третья-четвертая стадии. Этот вид рака агрессивен, часто рецидивирует. Прогнозы на поздних стадиях неблагоприятны. Пятилетняя выживаемость не превышает 25%. Начало заболевания протекает, как правило, бессимптомно. Увеличение живота, говорящее о начале асцита, возникает, начиная со второй стадии С. Диагностика рака яичника включает осмотр у специалиста, проведение УЗИ брюшной полости и малого таза. При выявлении новообразования назначается КТ грудной клетки, так как чаще всего карцинома яичника метастазируют в легкие, и МРТ органов брюшной полости для выявления ближних метастазов. Лечение включает операционное удаление только пораженного яичника или вместе с маткой и сальником, в зависимости от распространенности метастазов. Контрольная ПЭТ в июле 2020 года показала положительную динамику, но радость длилась всего пару недель. Весь курс назначенной химии был пройден, а анализы на онкомаркеры показали значительное повышение. Алине назначили противоопухолевые таблетки, но предупредили, что помогают они лишь 30% пациентов. Но на этом препарате удалось добиться стабилизации, хотя сильные боли еще оставались, а асцит периодически давала себе знать. Но со временем состояние ухудшалось и химию пришлось прервать. В декабре Алина рассказала об очень плохих результатах ПЭТ. Метастазы, которые еще в том году были небольшими после химии, сейчас росли с огромной скоростью. Жидкость из живота приходилось сливать все чаще. После очередной процедуры дренажа состояние Алины сильно ухудшилось. 26-го планировалась госпитализация в больницу, палеотивное отделение. Но Алина ушла дома. До госпитализации не дожила всего один день. Последние недели борьбы давались Алине очень тяжело, но ее жизнерадостность и любовь к близким давали силы сражаться с болезнью до последнего. Алина ушла 25 декабря 2021 года во сне без боли и страха. И это все, что есть у нас. И ничего нельзя вернуть, опередить. Ведь счастье – путь. Наверное, в этом-то и суть. Что хочешь быть счастливым – будь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok